Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском. Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Все мы слышали, как люди говорят, «Я делаю самое лучшее, что могу». И часто, когда кто-то говорит так, другие дают ему пропуск. Я имею в виду, что считается, что если человек делает самое лучшее, вам надо это принять. Что ж, поймите следующее. Бог никогда не примет ваше лучшее. Не будет так, что вы, представ перед его судом, скажете, «Ну, Боже, я делал самое лучшее, что мог». И чтобы он сказал, «Ну что ж, хорошо, войди в мое царство, этого достаточно». Нам надо понимать, что Божье Слово говорит, что нам необходимо быть новым творением. Мы должны быть обновленными, как Библия называет это. То есть духовно обновленными для того, чтобы делать то, что желает Бог. И не только желает, но и в действительности требует. Он повелевает нам вести себя так, если мы хотим быть угодными Ему. Мне вспоминается стих из послания к римлянам, 12 главы. Павел говорит, и также дает повеление под водительством Святого Духа. Он говорит, «Не сообразуйтесь этому миру, но преображайтесь». То есть будьте новым творением. Переживите изменения, которые может в жизни человека произвести только Дух Святой. И вот что я хочу, чтобы вы увидели. Говоря, «Преображайтесь», Павел говорит нам, как? «Обновленным умом». Если вы посмотрите в свою Библию, то там, вероятно, сказано, «Преображайтесь обновлением ума вашего». Поймите следующее. В лучших манускриптах слова «вашего нет». И второе, что касается фразы «обновлением ума вашего», там не сказано «обновлением». Это было бы причастие и относилось бы к процессу, через который мы проходим, изменение нашего ума. Но тут не сказано «обновлением ума вашего». А что буквально сказано? «Обновленным умом». О чем говорит Павел? Об уме Мессии. Вот библейский факт. Нам необходимо мыслить по-другому, и чтобы делать это, нам необходим другой ум. Какой ум? Ум Мессии. Нам необходимо заменить свой ум и то, как мы думаем, его умом и тем, как думает он. Позвольте мне привести еще один библейский пример в поддержку этого. Мы рассмотрим это позже в нашем изучении Евангелия от Матфея. Не сегодня, но в предстоящей неделе. Однажды Мессия открывал истину относительно воли Божьей. Он открыл ученикам, что пойдет в Иерусалим на Пасху, и там он будет предан смерти. Он отдаст свою жизнь. И что сказал Петр? Петр сказал, «Никогда этого не будет». На самом деле Петр начал, как говорит Библия, упрекать Яшуа, то есть Иисуса из Назарета, самого Сына Божьего. А что Мессия сказал в ответ? Пожалуйста, обратите внимание на эти слова. Он сказал Петру, «Отойди от меня, сатана». Поймите следующее. Когда мы не соглашаемся с Богом, мы ведем себя как кто? Как враг, сатана. Яшуа говорит, «Я обличаю тебя, сатана, потому что ты думаешь не так, как должно. Ты думаешь так, как думает человек». Вы слышали это? Яшуа был недоволен Петром, потому что Петр, «Человек думал, как человек». Вы скажете, «Ну а как еще думать к человеку?» «Человек, он и думает, как человек, но делать так никогда не приемлемо для Бога». Почему? Нам необходимо быть новым творением. Нам необходимо переживать изменения, обновления, которые приходят через Духа Святого. Нам необходимо быть новым творением в Мессии. И тогда, и только тогда мы сможем мыслить надлежащим образом. Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 15 главу. Евангелие от Матфея, 15 глава. Мы увидели что-то. Мы увидели, что очень важные руководители пришли из Иерусалима. «Я говорю о книжниках и фарисеях. И наблюдая за учениками Мессии, они сказали, «Твои ученики приступают к традиции старцев». Поймите, то, что они говорят, не имеет никакого отношения к Писанию. Это связано с традицией. Особой традицией касательно омовения рук. Почему? Я упомянул на прошлой неделе. Это не имеет ничего, хочу сказать это снова, не имеет ничего общего с законами кашрута, с законами о питании, о чем мы часто думаем, когда слышим термин «коша». Нет, Мессия и эти люди говорили об осквернении, о том, что нечисто, о том, что оскверняет, согласно их преданиям, традициям. Я хочу подчеркнуть, их традиции, они считали, что нечистая может пристать к пище, а контекст говорит, что речь, очевидно, идет о кошерной пище. Итак, они едят пищу, разделенную согласно закону Моисея, но считают, что нечистая, скверная, пристает к пище. И если вы съедите ее, то есть она войдет в вас через уста, они учили, что тогда человек станет нечистым. Такая пища осквернит его. И все это — учение человеческое, а не Слово Божие. Их нет в законе Моисея в этом контексте. Что же Мессия говорит им, когда они начинают критиковать его учеников? Он говорит им. Давайте начнем с 7 стиха. Евангелие от Матфея, 15 глава, 7 стих. Какое первое слово здесь? Лицемеры. Что ж, это очень сильное слово. Ишуа, Иисус из Назарета, говорит очень важным людям, пришедшим из Иерусалима, послушать его. И они начинают критиковать. Они указывают, что его ученики едят хлеб, что и делали раньше, не омыв рук. Они могли получить осквернение, перешедшее от рук на хлеб, съев этот хлеб. Вот что их волнует. Но вот библейская истина. Они беспокоились об осквернении, но сами знали, что не в том дело. Вот почему Мессия назвал их лицемерами. С библейской точки зрения, лицемеры — это те, кто знают истину, но отвергают ее. И для того, чтобы скрыть свое непослушание, чтобы оправдать то, что хотят они, они придают своим действиям правильный религиозный вид. Но сами они знают, что это неправильно. Вот почему Ишуа и сказал им «лицемеры». И он начинает учить их. Еще раз седьмой стих. Лицемер. И я люблю это. Он тотчас же обращается к пророчеству. Я делился с вами столь много раз, что уча Мессия обращается к тому, чему учили пророки. И говорит здесь, что это слово означает нечто доброе, хорошее. Он говорит, лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря, он обращается к Писанию. Они — нет. Они хотели обращаться к учениям человеческим. Но Сын Божий, Мессия Иешуа, Иисус Христос, он обращается к пророческой истине. Он говорит, хорошо пророчествовал о вас, Исайя, говоря, что Исайя открыл об этих людях. Он говорит, приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. И в чем проблема? В сердце же их. Я хочу прочесть и перевести это очень тщательно и точно. Следующее слово в тексте — это слово, означающее быть далеко, на расстоянии. И вот что он говорит. Эти люди, хотя и говорят хорошие вещи, чтят меня своими устами, своим языком. они говорят хорошие вещи, но на самом деле сердце их далеко. И следующее слово означает «удерживать что-то». Они удерживают себя далеко от истины. Почему я это говорю? Потому что они далеко от Мессии. Они удерживают себя. И что они делают? Посмотрите 9 стих. Вот их проблема. И следующее слово столь информативно. Они держатся учений человеческих, а не учений Божьих. Они откладывают в сторону учения Божьи для того, чтобы оправдать то, что они хотят. Свои взгляды, свою точку зрения. И какое следующее слово? Это слово «тщетность». Это слово означает нечто ничтожное, которое имеет… Вот что нам необходимо понять о ничтожности и тщетности с точки зрения Библии. Это следует понимать как «не имеющее длительной, пребывающей значимость». Иначе говоря, это не имеет отношения к Царству Божьему. И когда мы следуем учениям человеческим, откладывая в сторону Слово Божье, откладывая Божье откровение, Его заповеди, это делает нас людьми, живущими ничтожной, тщетной жизнью, которая не связана с Царством. Он говорит, «Но тщетно, напрасно чтут меня, уча доктринам, учениям, заповедям человеческим». Вот проблема. Когда люди учат мыслям человеческим, путям человеческим, взглядам человеческим, как доктринам Бога, это всегда приводит к тому, что не угодно Богу и не имеет пребывающей значимости. Так на чем основываете свою жизнь вы? На учениях, на толкованиях людей или на Слове Божьем? Только когда мы видим все с Божьей точки зрения, мы можем принимать мудрые решения, делать угодное Богу и достойное похвалы. И это принесет не Божью любовь к вам, Он уже любит вас, но принесет благословение, близость с Богом, Его присутствие в вашей жизни. Итак, Мессия говорит, «Но тщетно, напрасно чтут Меня, уча доктринам». Учат как доктринам учения, заповедям человеческим. Десятый стих. «И призвав народ», Он, Мессия, призвав народ, говорит им, «Они учат чему-то», эти книжники и фарисеи, но Он говорит что-то в противоположность этому. Он говорит, «Слушайте и становитесь мудрыми». Это слово «слушайте» требует ответа. Слушать так, чтобы слушаться. И мы спасены непослушанием, но позвольте мне сказать вам, есть очень важный результат. Есть производное слышание Слова Божьего и внедрение Его в свою жизнь. И что это? Бог дает понимание. Он учит нас. При нашем послушании Он берет свою истину, свою мудрость, правильное понимание, свою перспективу и внедряет в ваш ум с тем, чтобы вам иметь ум Христов. чтобы вам иметь правильное понимание, как принимать правильные, чтущие Бога решения. Итак, Он начинает говорить народу следующее. «Слушайте и понимайте». И что Он говорит? «Не то, что входит в уста, а скверняет человека». Эта фраза, и я хочу сделать на этом акцент, она буквально говорит «человека» с определенным артиклем. А почему определенный артикль? «Потому что речь идет об абсолютной ситуации для всех людей». Определенный артикль стоит перед словом «человека», потому что говорит о ситуации всегда, всегда фактической. Нет никаких исключений. Еще раз. Он говорит, «Слушайте и понимайте». Не то, что входит в уста, не то, что он ест, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Итак, Мессия говорит, что есть абсолютная ситуация. То, что входит в ваши уста, не оскверняет вас. эти вещи не несут в себе духовную нечистоту, а то, что выходит из уст, те вещи, что выходит из уст, вот что оскверняет людей. Двенадцатый стих. «После того, как он это сказал, я хочу сделать акцент на том, как он сказал это. И мы сейчас увидим, что то, что он сказал, он сказал жестоко». Он сказал, «То, чему учат эти книжники и фарисеи, ложь. Не верьте этому». И заметьте, что происходит. Здесь говорится, «Когда ученики его, приступив, подразумевается, что они подошли к нему и сказали, не знаешь ли, что фарисеи, услышав это слово, соблазнились, обиделись». Здесь две неправильные вещи. Прежде всего, когда они говорят, «Не знаешь ли, тебе необходимо понимать это». Он Сын Божий. Он понимает все вещи. Он делает все совершенно и с правильным намерением. И тот факт, что эти фарисеи соблазнились, не важен. Почему? Из-за чего они обиделись? Из-за того, что их ложное учение было разоблачено Богом. Ешуа делает это не с ненавистью. Им необходимо услышать истину, и иногда и нам необходимо услышать истину жестким образом, чтобы пробудиться. Это серьезно. И, возможно, слова и обидели, но могли привести к покаянию. Так что ученики приходят к нему и говорят, «Не знаешь ли, что фарисеи, услышав это слово, соблазнились, обиделись?» Теперь 13 стих. «Он же отвечает». Я хочу сделать акцент на том, что здесь подчеркнуто причастие «отвечая». Во многих из наших Библии это не переведено как причастие. А причастие имеет уникальную характеристику, уникальную цель. И какую? Причастие описывает. Есть описательная цель всякий раз, когда используется причастие. Его ответ, это мы увидим, описывает его. может это удивит вас. Снова посмотрите текст. 13 стих. «Он же отвечает». То есть Иешуа сказал, «Всякое растение», это значит, что исключений нет, «всякое растение, которое не Отец мой, Небесный насадил, искоренится». Оно искоренится, и как мы видели в притче, такие растения собирают и бросают в огонь. Это термин суда. Очень важно. Он говорит, «Они обиделись сейчас, но подождите, когда придет день суда». Так что никаких исключений. Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. И посмотрите 14 стих, что он говорит, «Оставьте их». Не обращайте внимания на них и на их чувства, что они обиделись. Мы могли бы подумать, что благочестиво было бы пойти к ним и сказать, «Вы знаете, мне так жаль, что я обидел вас. Это не входило в мои намерения. И надеюсь, вы примете мои сын». Он никогда не делает того, за что надо извиняться. Что он делает, открывает искренность текста. Что это, иначе говоря, не только искренне, но и серьезно. И он говорит, «Оставьте их». Почему? «Они слепые вожди слепых». А если слепой ведет слепого, то оба говорит он в 14 стихе, «Оба упадут в яму». Что за слепота? Почему он говорит это, слепые вожди? Потому что они полагаются на свое собственное понимание, на свои собственные взгляды. То есть они с духовной точки зрения делают лучшее, что могут. Но они отвергли истину Божью, и следовательно, они не являются новым творением, они не имеют ума Христова. И следовательно, что они будут делать? Вот что имеется в виду, и это серьезно. Когда вы следуете за слепыми вождями, то есть за теми, у кого нет света просвещения Словом Божьим, кто не видит все с точки зрения Писания, они не дают здравые с точки зрения Библии толкования. Тогда они приведут вас к чему? К тому, что вы упадете в яму. Опять-таки, дело серьезное. Нам необходимо понимать искренность текста и то, как оно говорит о результате, имеющем великую значиму. 15 стих. Но это слово означает контраст. Но Петр, и как я часто говорю, Петр почти всегда тот, кто говорит первым. Но Петр, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам эту притчу». И это хорошо. Он хочет узнать намерение этой притчи. Когда он говорит, что не входящее в ваше тело через уста оскверняет вас. Петр, услышав это, удивился, но исходящее из уст оскверняет. Петр хочет большего понимания, и это хорошо, так что он говорит. Петр, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам эту притчу». 16 стих. И Ешуа сказал, «Неужели вы не становитесь зрелыми? Вы не растете в понимании Слова Божьего? Когда так происходит, это не угодно Богу». Итак, он говорит, «Неужели и вы еще не?» И слово здесь, вероятно, в вашей Библии сказано, «Не понимаете, не имеете понимания». Но если вы по-настоящему знаете гречески, это значит быть против понимания. Если вы приходите к Богу с желанием узнать истину, Он откроет вам ее. Если вы молитесь над Словом Божьим и говорите, «Боже, помоги мне понять его», и вы прилежно применяете библейскую методологию для понимания Слова Божьего, тогда Дух Святой будет вашим Учителем. «Вы будете знать истину, но если вы полагаетесь на свое собственное понимание, если вы говорите, «Я думаю, что здесь сказано вот что», «Если вы полагаетесь на собственное понимание, вы против понимания истины Божьей». Он говорит, «Вы еще без понимания?» Он говорит, «Если еще не понимаете, что все, входящее в уста проходит в чрево». Правильно? Это нетрудно понять. Вы едите что-то, оно через ваши уста попадает в чрево. И затем оно выходит, оно извергается вон, то есть в туалет, в канализацию. Это отход. Вот что происходит. Так какая проблема с учением о том, что что-то нечистое пристает к пище. Если Бог не хочет что-то для нашего питания, оно будет извергнуто. Мы, как говорит Слово Божье, чудесно сотворены. 18 стих. Но в противоположность тому, чему учили книжники и фарисеи, что исходит из уст, исходит из сердца, исходит наружу. Что выходит из вашего сердца, проходит через ваши уста. То есть то, что вы говорите, вот это-то я скверняю человека. И здесь тот же термин человека с определенным артиклем. Речь идет об универсальной истине, касающейся всех людей. И я хочу, чтобы вы услышали это. То, что мы говорим, оскверняют, потому что наши слова проявляют, раскрывают состояние нашего сердца. Так что исходящее из уст, то, что мы говорим от сердца, вот что оскверняет человека, всех людей. 19 стих. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Вот такие слова говорит он оскверняют человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Уже в третий раз он сказал нам в чем суд. Речь не о кашруте, не о законах питания. Он говорит, то, что вы едите, входит в ваши уста, в ваш желудок и затем извергается в туалете. Вот и все. Это не важно. Вы делаете неправильный акцент. На чем правильно делать акцент? Не на том, что входит в человека, а на том, что он говорит. Ведь его речь раскрывает состояние его сердца. То, что исходит из вашего сердца, открывает, что нечисто и что оскверняет. Так что состояние нашего сердца открывается словами, которые мы говорим. Какая мудрость от Сына Божьего. И я надеюсь, что мы будем применять эту мудрость, чтобы не быть беспонимаемыми, но быть мудрыми в вещах Божьих. До встречи на следующей неделе. Пусть Бог обильно благословит вас. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.